Один из самых важных моментов в колке дров это подобрать правильный, хороший и удобный колун. О том, как выбрать колун, я уже подробно рассматривал эту тему, можете посмотреть. Но сейчас я хочу просто так коротко пройтись по основным моментам, чтобы человек, который хочет приобрести себе хороший колун, чтобы он точно выбрал именно такой колун, которым легко колоть дрова. Первое, при выборе колуна нам важно подобрать именно правильно формы. Существует три основные формы колуна, это выпуклая, вогнутая и клинообразная. По своему опыту, более 30 лет я колю дрова, начиная с 5 лет, я заметил, что проще всего колоть дрова именно клинообразной формой. Примерно вот такая форма, то есть идет как клин. По весу, если подбирать, ну примерно где-то 3 килограмма, это такой основной вес, для того, чтобы можно колоть, ну такой универсальный вес, для того, чтобы можно было колоть и одной рукой, и двумя. Еще один немаловажный момент, это то, что колун должен быть тоже заточен. Заточен. Некоторые думают, что топоры должны быть заточены, а колуны нет. Это неправда. Колуны должны тоже быть очень хорошо заточены, потому что, когда колешь колуном, он должен, во-первых, хорошо заходить в дерево, а уже второй раскалывать. Если он не заточен, он будет как резиновый биться, биться, и только с нескольких ударов будет трещина, и тогда раскол. Но если его заточить, то мы с первого удара можем уже расколоть чурку. Ну, конечно, в зависимости от того, какая она ширина, насколько она большая. Когда мы затачиваем, вот здесь вот обычно кромочка сделана, заточена. Но идеально затачивать, например, если у нас есть инструмент, да, на камне, например, мы точим, то идеально затачивать так, чтобы, начиная вот отсюда, от этого ребра, и прямо до самой, да, кромки. То есть, остро-остро. То есть, прямо, то есть, затачиваем. Так, другой момент. То есть, первое, правильно подобрать сам колонн, и второе, это топорище. Есть дедовский способ. Длина топорища подбирается по пояс. То есть, ну, примерно по пупку, да, ставим на землю, и должно быть, да, по пояс, да, топорище. Здесь, короче, ну, к сожалению, не было, я брал на рынке, покупал топорище, к сожалению, не было подходящего по длине. Пришлось выбрать самое длинное, но это, это топорище на топор. Вот. На топор, для того, чтобы колоть двумя руками. Но никак не для колуна. Ну, тем не менее, если брать в этом месте, то тоже можно хорошо колоть. Ну, еще один немаловажный момент, это то, что топорище должно быть сухое. И чем суше оно, тем лучше. Так, толщина и ширина. Стандартная это 3,2х6,5, но, опять же, это стандартная, если примерно такая, да. Но, на самом деле, все зависит от размера внутреннего. Выбираем самую широкую часть. То есть, в этой части, в одной она меньше, в этой шире. То же самое здесь. Это нужно для того, чтобы он хорошо садился. Правильно. Правильно посадить, чтобы. И чтобы не слетал. Поэтому меряем самую широкую часть. И на основании этого берем соответствующее топорище. Ну, и теперь самый важный вопрос. Момент, что я говорю, да, как вообще его одеть. Одеть топорище на колун. На топор одевается таким способом, да. Здесь мы подрезаем топори, да. И далее насаживаем с этой стороны. У колуна совсем по-другому это делается. Нам нужно с этой стороны подтачивать по размеру. Например, тем же рашпилем, то есть напильником по дереву. Это очень хорошо делать. Удобно рубанком и тагале. Я даже в детстве, когда было мне 13-14 лет, я сам березу спилил, сам по длине сделал. И там вообще ножом, обычным ножом, топор у меня был нож. Хоть это и долго было, но тоже получилось. То есть все, что есть под рукой у нас. И далее, смотрите. Мы с этой стороны одеваем его. Здесь мы делаем шире, оставляем специально. Это касается как здесь, так и здесь. И самый последний момент, мы его забиваем. Раз, и забили. Все. Не надо никакого клина. Он не будет вылетать. Только когда очень долго будет лежать, конечно, будет подсыхать. И с этой стороны может вылететь. Так не сильно, да, но может в обратную сторону. Поэтому замочили немножко и опять все нормально. Также некоторые считают, что можно использовать такой способ на последнем этапе. Вот когда мы одеваем, да, его отсюда воодеваем. То на последнем этапе делается очень хорошо, очень широко. Так, буквально, чтобы оно так вот не забьется, просто. Делается вот как. Они берут сам металл, кидают его в огонь, да, или накаляют. Очень сильно, очень сильно накаляют его. Металл расширяется. И далее вбивается. И считается, что после этого он вообще не слетит. Но опять же, это я слышал, сам я так никогда не делал. Поэтому точно на 100% сказать не могу. Ну, просто есть такая теория. Еще один момент важный. Как, наверное, заметили, да, то есть, чтобы нам не разбить его, чтобы он нас прослужил очень долго. Чаще всего, особенно если кто колет дрова, может неаккуратно, да, может промазать. Ну, или бывает такой момент, что чурка может быть настолько широкая, что в этом месте может разбиваться. Поэтому берем какую-нибудь пластинку, типа вот, вырезаем, так раз, саморезики, раз, раз. Вот так, сейчас я это сделаю. Вот тут. И все готово. И можно сказать, колонн полностью готов. Спасибо вам за внимание. Посмотрите также и другие видео на моем канале. Ну, например, как колоть дрова быстро и просто. Там собраны разные технологии колки дров, которые позволяют колоть дрова быстро, просто, может быть, одной рукой или двумя. Например, также есть там позабытая технология, которая позволяет легко раскалывать даже крупные, большие чурки. И при этом делать это так, чтобы спина сильно не уставала. Ну, а сейчас, после того, как я его доделаю, доделаю колонн, я собираюсь также снять еще одно видео, то, как у нас, да, в Сибиряке коле дрова, в Сибири. Я смотрю, Косик тут мне хочет помочь, да, уже прикарманил, да, прикарманил уже колонн. Уже, видимо, сам хочет поколоть дрова, уже рвется в бой. Ну, а вам я, конечно, желаю всего самого хорошего. До скорых встреч.